Жители села Ильинка, Некрасовка, Дружба, просят обратить внимание на работу общественного транспорта, в частности на 102-й автобус. По словам пассажиров, один из самых востребованных пригородных маршрутов не соблюдает график движения. Люди мерзнут на остановках, не могут вовремя добраться до работы, а дети в школу. С подробностями Ирина Забродина. Нас пригласили жители Ильинки. Жалуются на то, что плохо ходит номер 102-й. Мы приехали, сейчас 7.44. Пришел точно по расписанию. Как 102-й вообще ходит? Можно час ждать. Просто. Вчера на остановке люди стояли. Вот я точно 40 минут простояла напротив Эвра. Отморозили себе ноги. Автобусы вообще холодные до ужаса. Просто. Сидишь в автобусе, как на улице. 102-й маршрут. Южный Ильинка, Некрасовка, Дружба. Один из самых протяженных и востребованных. На перебои в его работе жители поселков жалуются с начала года. В сентябре перевозчик сменился. Надеялись, что станет лучше. Проблема очень острая. У меня вчера сын на поезд опоздал, потому что автобусов не было. Такси вызвать не мог, отказывают. Я часто вижу детей, которые не могут уехать. Я с поликлинику с ребенком уехать не могу. Мы 6 декабря в обед с двумя детьми не могли уехать. Мне пришлось тормозить попутку. Восемь утра. Очередной 102-й приходит даже чуть раньше графика. На табличке почему-то номер 29. Однако тут же выясняется, как часы сегодня идут автобусы лишь по направлению к городу. В противоположную, в сторону Некрасовки, где находится школа, дети автобуса не дождались. Родителям пришлось забирать их с остановки. Наверняка в курсе были, что вы приедете, и сейчас все автобусы идут в город. Дети с 7-15 стоят на остановке. Я с грудного ребенка оставила с соседкой. Сейчас мы едем в школу на машине. Часто так в школу с проблемой добираешься? Да, достаточно много. По мнению пассажиров, на линию выходит слишком мало автобусов. Изношенные часто ломаются. Сейчас практически у каждого в телефоне есть мобильное приложение «Транспорт Хабаровск», по которому и смотрят, сколько сегодня единиц техники. Сейчас 4 автобуса на линии. Вот они. Вот обозначаются. Обычно я смотрю, на нашем маршруте должно быть 4 машины, но на самом деле приходит всего 2-3. Попробуем тоже влезть. Чуть-чуть подвинемся по салону, пройдем немножечко, чтобы зашли. Спасибо. Сколько у вас на линии сегодня автобусов? Сегодня, по-моему, 5. А другие? Ну, другие не бывают, что ли. А мают за 4-3 автобуса ходить. Бывает такое, что и 4-3, да? Старые автобусы? Ну, как сказать. Вы сами видите, какие автобусы. Мало. Раз в полчаса – это в лучшем случае. Это вот хорошо, что сегодня мы зашли. Бывает, что не можем лезть вообще. По дворей все пропускают. Особенно вечером. Очень-очень страшно. Особенно зимой это вообще. Раньше каждые 15 минут ходили автобусы. Еще экспрессы были. Видите, что пассажиры говорят. Все равно у них по расписанию ходят. Это я не виноват. Я в этом маршруте работаю уже 22 года. Я тут ни при чем. 102-й маршрут закреплен за перевозчиком ООО «БРИС». Представитель компании Елена Шадуя так прокомментировала эту ситуацию. Бои в расписании, особенно утром, происходят из-за скоплений, из-за пробок в Южном. Ежедневно планируется и выпускается 5 автобусов. Очень хорошо, что начало работать приложение «Умный транспорт». Но, к сожалению, иногда машины не мониторятся, они пропадают со связи. Сегодня вы говорите, что 4 автобуса было, а на линии работают 5 машин. Но жителей трех сел Некрасовки, Ильинки и Дружбы такой ответ не устроил. Они уже отправили петицию в прокуратуру с просьбой проверить работу перевозчика и качество услуг, которые он предоставляет. Ирина Забродина, Константин Пестерев, телеканал «Губерния». Еще один популярный пригородный маршрут, на который жалуются пассажиры, номер 109. Жители Корфовского говорят, что выехать из поселка на общественном транспорте в последнее время практически невозможно. Продолжение следует...